Турнир по хоккею среди дворовых команд отметил первый юбилей. Он проводится в «Магнитке» уже пять лет подряд и превратился в спортивную традицию. Второй год турнир проходит на современных ледовых площадках экологического парка. В этот раз в хоккейных баталиях приняли участие и гости мероприятия, включая представительниц женской хоккейной лиги. Подробнее Юлия Никифорова. Турнир по хоккею среди дворовых команд собрал на ледовых площадках экологического парка более 110 участников. Начиная с 10-летних мальчишек и заканчивая взрослыми любителями хоккея из приглашенных команд-гостей. В турнире приняли участие восемь дворовых команд. Я участвую в турнире три года. Команда называется «Олимпийц». Можете отыграли игру, первое место заняли. Третий год играем. В позапрошлом году взяли первое место, в том году взяли пятое место и в этом году взяли второе место. Интересный вид спорта, подраться можно, повартоваться. Игра с эмоциями. Турнир проводится уже пятый год. Сначала мы его проводили во дворе. Теперь с вводом в эксплуатацию прекрасных хоккейных площадок и катка в экопарке мы приняли решение второй год подряд проводим здесь. С этого года турнир у нас объединенный, 9-й и 12-й округ. Играют ребята в возрасте с 10 до 16 лет. Но я думаю, что это практически все игровые ребята в Правобережного района. В этом году впервые в турнире приняла участие чисто женская команда «Ночные ведьмы». Правда, свой первый матч против команды «Родник» детского специализированного центра девушки проиграли со счетом 4-2. На этом турнире мы впервые, мы только начинаем играть. И для нас это очень хороший опыт в плане того, что у нас скоро мы поедем на Лигу женского хоккея, на российский чемпионат. И здесь эта тренировочка, замечательный турнир, спасибо организаторам, которые устраивают этот турнир. Организаторы турнира, депутаты Магнитогорского городского собрания Александр Мухин и Олег Ширяев, представители комбината, спортивными традициями ММК дорожат и всячески стараются их поддерживать. На комбинате всегда поддерживался и в группе компаний занятий спортом. В этот раз финальная игра проходит между ММК «Метис» и механо-ремонтным комплексом. Ребята с удовольствием занимаются спортом. И большие традиции, и на Метисно-калибровочном заводе, механо-ремонтном комплексе. И вот проведение таких вот турниров, совместных турниров, это сближает ребят. Ну и вообще пропагандирует здоровый образ жизни и стремление заниматься спортом. Хоккей начал играть буквально пару лет назад. Как бы пригласили вот в заводскую команду. Начал участвовать там в любительском турнире. И вот сейчас позвали здесь на праздник спорта тоже поучаствовать, сыграть товарищеский матч с командой механо-ремонтного комплекса. Финальный матч между командами ММК «Метис» и МРК, как и предполагалось, стал самой горячей и напряженной игрой турнира. В результате со счетом 6-0 победили хоккеисты механо-ремонтного комплекса. Победный кубок отправился в спортивную копилку МРК. Сыграли отлично. Команда у нас хорошая, отлаженная. Спасибо ребятам за то, что приняли участие. Спасибо организаторам. Подводя итог пятого турнира по хоккею среди дворовых команд, можно смело утверждать главное – спортивный праздник удался. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.